Глава 16. Архоны в погоне «Следуйте за Шахом Мухаммедом, куда бы он ни отправился. Найдите его живым или мертвым. Не трогайте города, которые откроют вам свои ворота, но штурмуйте те, которые окажут сопротивление. Я думаю, что это не будет настолько трудом, как кажется». Странное поручение гнаться за императором за 3-9 земель. Поистине это было задание для самых отчаянных и самых надежных из архонов. Они получили под свою команду два тумена, 20 тысяч воинов. Получив такие указания, оба архона с этой конной дивизии сразу же двинулись на юг. Был апрель 1220 года. Года змеи. Мухаммед ушел из Самарканда на юг, в Балх, расположенный на краю высоких хребтов Афганистана. Как всегда, он проявлял нерешительность. Джалал-Эддин был далеко на севере, где собирал новую армию из воинов пустынных областей Блиссаральского моря. Но Чингисхан в Бухаре был между Шахом и этим возможным пунктом сбора. Шах думал попасть в Афганистан, где его ждали воинственные племена. В конце концов, после некоторых колебаний, движимых чувством охватившего его страха, он повернул на запад через пустыню в горный район Северной Персии и прибыл в Нишапур, полагая, что между ним и Монгольской Ордой теперь 500 миль. Джебе-Нойон и Субеде обдоружили хорошо укрепленный город на Амударье. Они пустили коней вплавь через реку и узнали от посланных вперед разведчиков, что Мухаммед покинул Балх. И они повернули на запад в пустыню, разделившись для большей безопасности и для того, чтобы коням досталось как можно больше пастбищ. У каждого предводителя этих двух отборных туменов было по два резвых коня, а трава вдоль рассыпанных вокруг речушек и ключей была сочной. Должно быть, они проходили по 80 миль в день и слезли с коней на закаде, чтобы приготовить ужин. В конце пустыни им встретились сады роз и белые стены древнего города Мерф. Довольствуясь тем, что шах не мог быть в этом городе, они помчались галопом в Нишапур, прибыв туда через три недели после Мухаммеда. Последний, прознав об этой их погоне, бежал из города под видом поездки на охоту. Нишапур не открыл ворота, и архоны штурмовали его со всей яростью. Им не удалось взять стены, но они убедились, что шаха не было среди защитников города. И снова они вышли на его след и взяли направление на запад по караванному пути, ведущему Каспийскому морю, рассеивая остатки армии шаха, выбравших эту дорогу, чтобы спастись от монгольского террора. Близ современного Тегерана архоны соединились и разбили 13-тысячную персидскую армию. И вновь они разделились. След бежавшего императора на время был потерян. Сувидей отклонился к северу и двинулся через горный район. Джебен Айон помчался на юг по краю солончаков. Они значительно удалялись от Хорезма и опережали саму весть о своем приближении. Тем временем Мухаммед сначала отослал свою семью, затем отправил сокровища. Он оставил свои шкатулки с драгоценными камнями в крепости, где позднее их дошли монголы, а сам решил отправиться в Багдад. В Багдад, где правил тот самый халиф, с которым шах не ладил в прежние времена. Он повсюду набирал людей из своих сторонников, которых оказалось всего несколько сот. И он поехал по большой дороге, ведущей в Багдад. Но у Хамадана появились монголы и двинулись за ним по пятам. Его люди были рассеяны и потоптаны. И несколько стрел были пущены в него. Монголы не узнали шаха. Он вырвался и, запутывая следы, поскакал по направлению Каспию. У некоторых из его тюркских воинов взрело недовольство и неповиновение. И Мухаммед решил ночевать в маленьком шатре, притулившемся позади его личного шатра. И однажды утром он обнаружил, что пустовавший шатер был полон выпущенных в него стрел. «Неужели на земле нет места, где меня не поразит удар монголов?» Спросил он своего военачальника. Шаху посоветовали сесть на корабль у берега Каспийского моря и плыть к острову, где он мог бы укрыться, пока его сыновья и отобеги не соберут достаточно сильную армию для его защиты. Мухаммед так и поступил. Изменив внешность с несколькими непривлекающими внимания спутниками, он пробирался через ущелье в поисках маленького городка на западном берегу Каспийского моря, тихого места, где жили рыбаки и торговцы. Но слабый и большой шах, лишенный своего двора, своих рабов и товарищей по перам, не хотел ронять свой престиж. Он требовал устройства массовых молений в мечети, и ему недолго удалось скрывать свою личность. Некий мусульманин, который когда-то подвергался притеснениям со стороны шаха, выдал его местонахождение монголам. Они как раз разбили еще одну персидскую армию у Казвина и скакали по холмам в поисках Мухаммеда. Они прискакали в город, где шах скрывался, в тот момент, когда он уже собирался садиться на рыбацкий ялик. Вслед посыпались стрелы, но лодка уже отошла от берега, и некоторые кочевники в приступе ярости даже бросились на конях в воду. Они плыли за яликом до тех пор, пока кони и люди не выбились из сил и не скрылись в волнах. Несмотря на то, что рука монгола так и не костулась шаха, фактически ордынцы его убили. Ослабленный болезнью и невзгодами, этот мусульманский правитель умер на своем острове в такой нищете, что его единственной одеждой была рубаха одного из его преданных людей. Ветераны разбойных рейдов в Джебен-Ойон и Субидей, которым было приказано доставить шаха живым или мертвым, не знали, что тому была уготована могила на пустынном острове. Шах стал еще одним несчастливцем, участь которого оказалась не лучшей, чем у китайца Вайвана, священника Иоанна, Тактабэки и Гучлука. Архоны отослали хану груз сокровищ шаха, которые собрал аккуратный Субидей, большинство его членов семьи и сообщение о том, что сам он уплыл на Судди в восточном направлении. Чингисхан, полагая, что Мухаммед попытается присоединиться к своему сыну в Ургенче, город Зиханов, послал в том направлении Тумен. Но Субидей, зимуя на заснеженных пастбищах при Каспийской низменности, предложил совершить марш на север вокруг Каспийского моря, чтобы затем соединиться с ханом. Он послал гонца в Самарканд и спросить разрешения на такое путешествие, и Чингисхан дал свое согласие, направив при этом архонам в качестве подкрепления несколько тысяч туркменов. Субидей же по своей инициативе мобилизовал войско дикие курдские племена, совершив небольшой бросок на юг для осады и штурма стратегически важных городов, мимо которых они проходили, преследуя Мухаммеда. Монголы повернули на север, на Кавказ. Они совершили набег на Грузию. Отчаянная битва произошла между монголами и воинами-горцами. Джебен-Айон укрылся на одном краю длинной долины, ведущей в Тифлис, в то время как Субидей применил старую монгольскую уловку с ложным бегством. Пять тысяч воинов совершили вылазку из засады во фланг грузинам, которые в этом бою потерпели сокрушительное поражение. Далее монголы пробивались через хребты Кавказа и прошли через железные врата Александра Македонского. Появившись на северном склоне, они обнаружили армии горцев, аланов, черкесов и кепчаков, ополчившихся против них. Горцы имели значительно численное преимущество и не собирались отступать. Но Субидею удалось отрезать кочевников, кепчаков от прочих, и монголы стали прорваться сквозь ряды стойких аланов и черкесов. Затем, следуя за кепчаками, в Солончаке, за Каспием, сорвиголовы из Китая рассеяли этих кочевников и продолжали их упорно гнать на север, в земли русских князей. А там их встретил новый, весьма мужественный противник. Из Киева и дальних княжеств собирались 82 тысячи русских воинов. Они спустились в низовье Днепра в сопровождении сильных отрядов кепчаков. Это были отважные всадники, которые с незапамятных времен враждовали с кочевниками степей. Монголы отходили с Днепра в течение девяти дней, наблюдая за скоплением русских войск до тех пор, пока не вышли к заранее выбранному для сражения месту. Воины севера размещались по отдельным лагерям. Они имели довольно внушительный вид, но отличались ленностью и ссорились между собой. У них не было такого полководца, как Субидей. Два дня продолжалась битва в степи между русскими и монголами. Их первое столкновение. Великий гнязь Паулт, сраженный оружием варваров, вместе со своей знатью. И мало кто из его войск остался в живых и смог вновь подняться к верховьям Днепра. Вновь получившие возможность действовать по своему усмотрению, Субидей и Джебен-Ойон спустились в Крым и штурмовали оплот торговцев из Генуи. Кто знает, что бы они еще могли совершить. Они уже собирались форсировать Днепр и вторгнуться в Европу, когда Чингисхан, следивший за их перемещениями через гонцов, отдал им приказ вернуться для встречи с ним вместе, находившимся на расстоянии в 2000 миль к востоку. Джебен-Ойон умер в пути, но монголы довольно далеко отклонились в сторону, чтобы вторгнуться во владение булгар, расположенной на Волге, и произвести там опустошение. Это был поразительный марш, и, наверное, он и сегодня остается величайшим подвигом конников, завиксированным в аналог человеческой истории. Совершить его могли только люди потрясающей выносливости, абсолютно уверенные в своих собственных силах. «Вы разве не слышали, восклицает персидский летописец, что банда пришельцев из мест, где восходит солнце, проскакала по земле до Каспийских ворот, произведя на своем пути разрушение и сесть смерть среди людей. Ну а что касается ее главаря, то он вернулся живым и здоровым с грузом трофеев. И все это менее чем за два года. Марш-бросок двух корпусов до 90-го градуса западной долины принес удивительные плоды. За воинами следовали китайские и уйгурские ученые, в том числе и нестурианские христиане. По крайней мере, нам известно о предприимчивых мусульманских купцах, продавших рукописи христианских пророчеств. И Субидей не двигался вслепую. Китайцы и уйгуры отмечали расположение рек, через которые они переправлялись, богатых рыб и озер, соляных копий и серебряных рудников. Пункты почтовой связи были устроены вдоль маршрута, а в захваченных районах обозначались дороги. Вместе с монголами-воинами пришли китайские чиновники и администраторы. Полиненный армянский епископ, которого взяли с собой в качестве писаря, рассказывает нам, что в землях за Кавказом была проведена перепись всех мужчин в возрасте от 10 лет и старше. Субидей обнаружил огромный пастбище Южной России, черноземный регион. Он запомнил эти степи. Годы спустя он вернулся с другого края света, чтобы войти в Москву. И он возобновил прерванный поход с того места, откуда он был отозван ханом, перешел в Днепр и вторгся в Европу. И венецианские, и генуэзские купцы прибыли, чтобы вступить в контакт с монголами. Поколение спустя Марко Поло из Венеции отправился в путешествие смотреть владения великого хана. Глава 17. Чингисхан едет на охоту. В то время, как архоны совершали рейды западнее Каспийского моря, двое сыновей хана предприняли экспедицию к другому, внутреннему морю, который теперь нам известен как Аральское. Они были посланы вперед, чтобы собрать информацию о шаге Хорезма и отрезать ему путь к возвращению. Узнав, наконец, что тот уже в могиле, они проскакали вдоль Амударьи через калинистые степи к родному городу Хорезмитцев. Там монголы приступили к длительной и тяжелой осаде, во время которой за неимением крупных камней для камнеметных машин они использовали бревна. Их они выпиливали из стволов, затем вымачивали в воде, чтобы сделать достаточно тяжелыми. В рогобашных сражениях на стенах, продолжавшихся неделю, они, как отмечает летописец, применяли воспламеняющие леграин, новый вид оружия, которое они должно быть переняли у мусульман. А те эффективно использовали его поражающую силу против крестоносцев Европы. Гурганч, иначе Ургенч, пал. И они поскакали с пленными и трофеями назад, в ставку хана. Но Чалаладдин, доблестный сын своего слабого отца, избежал плена и ушел собирать и вести за собой новое войско против монголов. Тем временем Чингисхан увел своих воинов с низменности на время летней жары палящим зноя, который изнурял людей, привыкших к высоким широтам Гоби. Он повел их вверх к более прохладным горным грядам за Амударьей. Чтобы занять чем-то воинов, пока табуны откармливались на пастбищах и не давать ослабнуть дисциплине, Чингисхан выпустил постановление относительно того, как проводить время досуга. И заполнить его следовало сезонной охотой. Монгольская охота была ничем иным, как той же регулярной кампанией, но только не против людей, а против животных. В ней была задействована вся орда и ее правила установлены самим ханом, который считал их нерушимыми. Мастер охоты Джучи на этот раз отсутствовал, выполняя свое задание, и его военачальник помчался голопом на разведку, чтобы в радиусе нескольких сот миль установить вымпелы, отмечавшие стартовые пункты для различных сотен. За горизонтом выбирался гуртай, или конечный пункт охоты, который также отмечался. Погазались нующие туда-сюда конные сотни, разбивающие бивуаки по приказу загонщиков, в ожидании, когда появятся хан и фанфары. Горны и цимбалы возвестят о начале охоты. И вот охотники выстроились редким полукругом, охватывающим порядка 80 миль дикой местности. Кан появлялся со старшими военачальниками, принцами и юными внуками. Садники выстраивались в плотно сомкнутый ряд, а иногда и в два ряда в глубину. Они были вооружены и экипированы, как если бы их противниками были люди. И, кроме того, имели плетеные щиты. Кони трогались вперед, военачальники давали команду и облава на животных начиналась. Воинам запрещалось применять против животных оружие и дать животному проскользнуть через цепь загонщиков считалось позором. Они пробивались через чащу, перебираясь через овраги и взбираясь на бугры, поднимая крик и шум при появлении из чищобы тигра или волка. Тяжелее пригодилось по ночам. Месяц спустя после начала охоты огромное количество животных оказывалось согнанным внутрь полукруга из загонщиков. Воины шли в лагерь, зажигали костры, выставляли часовые. Использовали даже обычный на войне пароль. Военачальники совершали обходы. Нелегко было поддерживать ночью нерушимость линии аванпостов перед возбужденными четвероногими обитателями гор. При виде их горящих хищных глаз в сопровождении волчьего воя и злобного рычания барсов. Чем дальше, тем труднее. Еще один месяц спустя, когда окружение стало плотнее, масса животных уже начинала чувствовать, что она преследуется врагами. Напряжение охоты не спадало. Если лисица забиралась в какую-нибудь нору, ее во что бы то ни стало, выгоняли оттуда. Медведя, скрывающегося в расселении между скал, кто-нибудь из загонщиков должен был выманить, не нанося ему вреда. Понятно, что такая обстановка была благоприятна для проявления молодыми воинами молодечества и удали. Например, когда одиноки, вооруженные страшными клыками кабан, а иногда и целое стадо таких разъяренных животных, выступлений бросались на цепь загонщиков. Одна часть цепи загонщиков наткнулась на широкую излучину реки и остановилась. Сразу же были посланы гонцы, мчавшиеся вдоль полукруга ходик, с приказом оттянуться назад остальной части цепи, пока не перейдут реки те, кто впереди. Преследуемые звери большей частью уже переправились. Воины повели в воду своих коней и соскочили с седел, держась саконские гривы и хвосты. Некоторые накрепко затянули свои кожаные походные сумки и использовали их как примитивные поплавки. Оказавшись на том берегу, они опять сели на коней и охота продолжалась. Тут и там появлялся старый хан, наблюдая за тем, как действуют его люди и как командуют ими их начальники. Он не делал никаких замечаний во время охоты, но ни одна мелочь не ускользнула от его внимания. Направляемое охотниками полукольцо загонщиков сомкнуло свой правый и левый края у самого гуртая. Животные стали ощущать давление. Олени выскакивали в поле зрения колышущихся флангов, тигры сновали из стороны в сторону, прижимая голову к земле и рыча. Вне видимости за гуртаем круг замкнулся. Металлический звон медных цимбал и крики становились все громче. Охотники перестроились, образовав два-три ряда в глубину. Канб раскакал к скоплению людей и обезумевших зверей, давая знак. В садике раступились, давая ему дорогу. По старому обычаю, хан должен был первым приблизиться к загнанным животам. В одной руке он держал обнаженный меч, а в другой лук. Теперь уже было можно воспользоваться оружием. Летописцы рассказывают, что он сделал более опасный выбор из двух диаметрально противоположных вариантов, пустить стрелы в тигра либо затоптать конем волков. Убив нескольких зверей, он выбрался из кольца, поскакал вверх на холм, с которого просматривался гуртай, и уселся там под балдахином, наблюдая за действиями принцев и военачальников, которые выступали после него. Это была арена монголов, гладиаторский игре кочевников, и так же, как у гладиаторов Рима, иступивших на арену, немало было тех, кого вынесли с нее либо покалеченными, либо без признаков жизни. Когда был дан сигнал на общий выход для забоя животных, воины Орды двинулись вперед, хватая все, что попадалось на их пути. Эта охота могла продолжаться в течение целого дня, пока, наконец, согласно обычаю, внуки хана и малолетние принцы не являлись к нему просить почады для оставшихся в живых животных. Эта их просьба удовлетворялась, и охотники приступали к сбору туш. Такая охота была превосходной школой для воинов, а практиковавшиеся во время хода ее постепенное сужение и смыкание кольца могло находить применение и на войне против окруженного неприятеля. В тот год в стане врага охота продолжалась не более четырех месяцев. Ану хотелось быть готовым к осенней кампании и встретиться с Жучи и Чагатаем, возвращавшимися с берегов внутреннего моря с вестью о смерти Хорезмшаха. До сих пор монголы почти без задержек шествовали по царству ислама. Они перевирались через реки и брали города в таком же быстром темпе, как современный путешественник с караваном и слугами перемещается из одного пункта в другой. Мухаммед воин, слишком амбициозный с началой и слишком трусливый в конце, покинувший своих людей, чтобы спасти себя самого, заслужил бесчестие и умер в нищете. Подобный императору Китая он перебросил свои армии в города, пытаясь избежать боя с монгольской конницей, которая оставалась невидимой до часа сражения, а затем совершала маневр ужасающей тишине, повинуясь сигналам, подаваемым перемещением штандартов. Эти сигналы военачальник передавал движением рук воинам своего эскадрона. Этим способом пользовались и в светлое время суток, и в шуме боя, когда не слышно того, что можно передать голосом, а звон цимбал или тавр можно принять за сигналы, подаваемые противником. Ночью такие сигналы производились с подъемом и опусканием цветных фонарей у тукха или стяга командующего. После первого набега в земли к северу от Сардарьи, Чингисхан бросил свои армии на взятие Бухары и Самарканда, которые считал главными городами Харизмийской империи. Он сломал эту вторую линию обороны без особых трудностей и вновь сосредоточил силы Орды на том, что можно было бы назвать третьей линией обороны на лежащих на плодородных холмах Персии и Афганистане. До сих пор борьба между монголами и тюрками, неверными и магометанами оборачивалась полной катастрофой для последних. Монголы явились перед напуганными тюрками, как в облачении Божьей кары во всей ее полноте, как бич, опустившийся на них за их грехи. Чингисхан вовсю старался укрепить эту веру. Он также позаботился о безопасности своих восточных флангов и сам скакал через плоскогорье верховья Фамударьи и послал другие дивизии занять города на западе, через которые прошли Джабен-Ойон и Собедей, направив донесения о своих действиях хану. После этого он стал хозяином Балха и посвятил лето большой охоте в этих местах. Там он захватил центральные торговые пути мусульманских купцов. Он собирал информацию и уже знал о существовании неизвестных ему сильных держав за горизонтом. Глава 18 Золотой трон Тулуя «Я жил в то время», повествует в хронике принц Харасан, «в своей цитадели, высоко в горах, скалистой горной местности. Крепость была одной из самых неприступных в Харасане, если верить преданиям, принадлежала моим предкам с тех пор, как ислам был занесен в эти края. Расположенная вблизи центра провинции, она служила убежищем беглым, заключенным и жителем, бежавшим из плена и от гибели у татар. Через некоторое время перед этой цитаделью появились татары. Увидев, что им его не взять, они потребовали в качестве выкупа за свой уход 10 тысяч калатов из хлопковой ткани и массу других вещей, несмотря на то, что были зажаты в ущелье Несса. Я согласился на это, но когда нужно было передавать им выкуп, не находилось смельчаков осуществить это, так как все знали, что их хан имеет обыкновение убивать всякого, кто попадает им в руки. Наконец, двое пожилых людей предложили свои услуги и привели ко мне своих детей, оставляя их на мое попечение на случай, если они сами погибнут. Собственно говоря, татары убили этих добровольцев перед тем, как уйти. В скором времени эти варвары заняли весь Хоросан. Когда они входили в какой-либо район, то гнали перед собой крестьян и пригоняли пленных к городу, которые хотели захватить. Их они использовали для приведения в действие осадных машин. Всюду царили страх и запустение. Взятый в плен человек бывал более спокоен, чем тот, кто оставался в доме, не зная, чего ему ожидать. Вожди и знать были обязаны приходить со своими вассалами и военными машинами. Любой, без исключения, кто не подчинялся, предавался смерти. Это был Тулуй, младший сын хана, мастер ведения войны, который теперь вторгся в плодородные провинции Персии. Он получил приказ от своего отца искать Чалалетдина, но харизмийский принц ускользнул от него, и монгольская армия стала наступать на Мерф, жемчужину пустыни, город приятного времяпрепровождения для шахов. Он был расположен на реке Птиц Мургаб и хранил в своих библиотеках много тысяч томов манускриптов. Монголы заметили неподалеку двигавшуюся колонну туркменов и рассеяли ее, после чего Тулуй вместе со своими военачальниками объехал вокруг городских стен, изучая оборонительные укрепления. Ряды монголов подтянулись ближе, город был обложен, а скот туркменов выгнан на пастбище. Обозленный потерей тысячи своих лучших людей из императорской гвардии хана, Тулуй бросал все новые силы на штурм стен Мерфа. Штурм следовал за штурмом, была сделана земляная насыпь напротив оборонительного вала, которая прикрывала наступающих отстрел. Так продолжалось 22 дня, а во время последовавшего затишья к монголам был направлен имам, который был принят со всей учтивостью и возвращен на свои позиции невредимым. Этот священнослужитель, судя по всему, приходил к монголам не как представитель горожан, а по повелению губернатора, некоего Мерика. Получив заверение в своей безопасности, губернатор вышел к монгольским шатрам с богатыми дарами, серебряными кубками и украшенными бриллиантами чикменями. Искусственный обманщик Тулуй послал Мерику в знак уважения халат и пригласил его в свой шатер на обед. Там он убедил перца, что жизни его ничто не угрожает. Позови же своих друзей и близких приятелей, предложил Тулуй. Я найду для них дело и отнесусь к ним с уважением. Мерик послал слугу за своими приближенными, которые сидели поди губернатора на празднествах. Затем Тулуй попросил представить ему список самых богатых людей Мерва, и губернатор и его приближенные послушно написали именно самых состоятельных землевладельцев и купцов. После этого перед объятым ужасом Мериком его товарищи были затушены монголами. Список из 600 имен, составленный губернатором, был взят одним из военачальников Тулуя, который подъехал к воротам Мерва и потребовал вызвать этих людей для допроса. Через некоторое время они вышли и были взяты под стражу. Монголы умели обращаться с воротами, и отряды их всадников ворвались на улицы Мерва. После этого все жители были разделены на три группы мужчины, женщины и дети. Мужчин заставили лечь, скрестив сзади руки. Вся эта масса несчастных людей была поделена между монгольскими воинами, которые кого задушили, а кого порубили мечами. Исключение сделали лишь для четырехсот ремесленников, которые были нужны орде, а также для некоторых людей, чтобы держать их в качестве рабов. Несладко пришлось и шестисотням богатых жителей. Их пытали до тех пор, пока они не показали монголам, где спрятаны их самые ценные вещи. Опустевшие дома монголы разграбили, стены города сравнялись с землей, и лишь после этого Тулуй отвел войско. Единственными, кто остался в живых городе, по-видимому, были те пять тысяч мусульман, которые спрятались в погребах и водостоках, но и они прожили недолго. Отдельные отряды орды, вернувшись в город, устроили за ними охоту и не оставили в городе ни единой живой души. Подобным же образом один за другим были взяты, где хитростью, а где штурмом соседние города. В одном из мест некоторые жители спасались, притворившись мертвыми среди груды тел убитых. Монголы прознали об этом и был отдан приказ в дальнейшем обезглавливать жителей. В разваленных еще одного города удалось остаться в живых небольшому количеству персов. Туда был вновь отправлен монгольский отряд с приказом истребить выживших. Кочевники отправились в это поселение и устроили охоту за несчастными с меньшими угрызениями совести, чем если бы это были животные. Это и в самом деле походило на охоту на животных. Самые изощренные уловки использовались для уничтожения людей. В одном месте среди развалин силой заставили взятого в плен Моэтина призвать людей к молитве в мечети. Прятавшиеся в укромных местах мусульмане вышли, поверив, что ужасные завоеватели ушли. Все они были уничтожены. Когда монголы оставляли какой-либо пригород, они вытаптывали и сжигали все, что вырастало на поле, для того, чтобы те, кто избежали их мечей, умерли бы от голода. У Гурганджи, где из-за длительного сопротивления его защитников монголы несли потери, они ввязались крив реку над Цитаделью, чтобы вода хлынула на полуразрушенные стены домов. Это изменение русла Мударьи долгое время озадачивало географов. Все эти подробности слишком ужасны, чтобы на них останавливаться сегодня. Это была война, которая велась на максимально большом по протяженности пространстве, что совместимо с размахом боевых действий во Вторую мировую войну. Это была кровавая расправа над человеческими существами, но без ненависти, а просто чтобы покончить с ними. Она превратила в табула раса, чистую доску, самое сердце ислама. Выжившим после этой резни людям ни до чего уже не было дела, кроме как искать пропитание и убежище. Они слишком были запуганы для того, чтобы покинуть заросшие сорной травой развалины и останавливались в них, пока их не загрызли или не прогнали привлеченные неубранными трупами волки. Подобные зрелища невыносимы для человеческого восприятия, подобно шрамам на лице некогда плодородной земли. Не раз уже превращали землю в руины, а потом на этом месте сажали зерна. Кочевники ценившие человеческую жизнь меньше, чем почву, на которой прорастало зерно и кормились животные, стирали с лица земли целые города. Чингисхан пресекал на корню зарождавшиеся против него ростки восстаний, подавлял сопротивление прежде, чем оно успевало сформироваться. Он не знал пощад. «Я запрещаю вам», говорил он своим архонам, «проявлять милосердие к моим врагам без моего на то указания. Только сурово сделает этих людей послушными. Когда враг завоеван, это еще не значит, что он покорился. Он всегда будет ненавидеть своего нового хозяина». Он не применял такие крутые меры в Гобе и не был до такой степени жесток в Китае. Там же в царстве ислама это было только беспощадный бич. Он с горечью укорял Тулуя за то, что тот оставил живых жителей Герата. За исключением десяти тысяч воинов султана Джалалиддин. И действительно, Герат поднял мятеж против Ига, и его монгольский наместник был убит. Другие города взрывались мятежом на короткое время, когда в них наведывался молодой султан и выступал перед народом. Но конные отряды монголов были тут как тут. Судьба Герата была не менее ужасна, в какой-то момент вылезла наружу реальная опасность чихад священная война. Теперь истовые мусульмане за глаза называли монголов проклятыми. Пламя гнева угасло. У исповедовавших ислам был лидер, но центр их мира лежал в руинах, а Джалалиддин единственный, кто мог сплотить их и выступить против старого завоевателя. Был обессилен преследуемый монгольскими корпусами в районе пограничных областей. И у него не было ни времени, ни возможности собрать армию. На второй год, когда наступило лето, с его жарой хан увел большую часть орды в горы на покрытые лесом хребты Гиндукуша, возвышавшиеся над выжженными долинами. Там он позволил воинам разбить лагеря для отдыха. Пленные, как из знати, так и рабы, судьи и нищие были поставлены на работу по выращиванию пшеницы. Охотой в это время не занимали. Слишком большие потери понесла орда из-за болезней. Теперь воины могли целый месяц отдыхать в шелковых павильонах из покоренных императорских дворов. Сыновья тюркских отобегов и персийских эмиров были их виночерпи. Самые красивые мусульманские женщины ходили без чадры по лагерю, приковывая к себе взгляды исхудавших совпалыми глазами подневольных рабочих пшеничных полей. На них болтались лохмотья едва прикрывавшие руки и ноги и им приходилось делить еду с собаками, когда воины распоряжались насчет кормежки. Дикие туркмены грабители караванов спустились с холмов чтобы брататься завоевать и жадно смотрели на серебром и золотом расшитую одежду кипами лежавшую под навесами в ожидании отправки назад в Гоби. Тут были лекари в диковинку для кочевников больных и ученых чтобы вести диспуты с китайцами в то время как разбойники из Гоби терпеливо слушали не понимая и половины либо не придавая этому значения. Что касается Чингисхана то у него не кончались дела административного характера. Концы прибывали к нему от архонов в Китае и от Субидея в русских степях. Руководя военными операциями на этих двух фронтах он в то же время должен был поддерживать связь с советом вождей в Гоби. Недовольствуясь донесениями Чингисхан заставлял своих китайских советников прибывать к нему в Гиндукуш и пусть даже им приходилось совершать конный поход по скалистым тропам и безжизненным плато. Никто не жаловался. Чтобы проложить эти новые пути между востоком и западом хан придумал ямы или промежуточные посты монгольских конников конный экспресс Азии тринадцатого столетия. Глава девятнадцатая Устроители дорог За многие поколения племена Гоби приспособились передавать вести из стойбища в стойбище через конного посыльного. Если появлялся на лошади человек с призывом на войну, кто-нибудь в становище седлал коня и передавал весть друзьям, находившимся еще дальше. Эти вестики привыкли к таким скачкам и преодолевали по пятьдесят шестьдесят миль за день. По мере того, как Чингисхан расширял свои владения, возникла необходимость усовершенствовать почтовые станции. Как и большинство его административных мер, это было сделано исключительно в интересах армии. Были устроены постоянные промежуточные лагеря на протяжении всего маршрута движения, и в каждом из них был табун сменных лошадей с юношами, пастухами и несколькими воинами, чтобы стеречь их от воров. Там, где хоть раз прошла орда, более серьезной охраны уже не требовалось. Эти лагеря, состоящие из нескольких юрт, навесы для сена и мешков с сечменем на зиму, располагались, наверное, через каждые сто миль друг от друга вдоль караванных путей. Зад-вперед по этой линии коммуникации скакали перевозчики ценностей, доставляя в Каракарум драгоценные камни, золотые украшения, лучшие нефритовые и покрытые эмалью изделия, а также крупные рубины из Бадахшана. По этим дорогам сведения о борде доставлялись на родину в Гобби. Стойбищ кочевников должно быть со всевозрастающим удивлением воспринимали ежемесячное прибытие грузов с ценностями и людьми из незнакомых мест. Пожалуй, ничто уже не казалось невероятным в семьях жителей кочевий, которые за свою жизнь привыкли получать сокровища, привезенные на трофейных верблюдах прямо ко входу в йорту. Что думали женщины, а не снившихся и во сне предметок роскоши или что думал старец о походе архонов за пределы знакомого им мира? Что стало с этим богатством? Как монгольские женщины использовали шитую из жемчуждых нитей чадру, привезенную из Персии? Завидовали ли пастухи и юноши этим возвратившимся из похода ветеранам, ведущим за собой вереницы арабских скакунов и извлекавшим из своих сидельных мешков отделанное серебром оружия принца или отобека? Монголы не оставили нам записи о таких подробностях, но мы знаем, что они воспринимали победы хана как нечто предопределенное. Ведь он же великий богдо, то есть неспосланный богами, творец законов. Почему же ему не взять ту часть земли, которая ему приглянулась? По-видимому, Чингисхан не связывал свои победы с мешательством божественных сил. Он неоднократно повторял. «Есть только одно солнце на земле, только одному хахану, великому хану, есть место на земле». Почитание его буддистами он принимал как данность. Он не прочь был играть роль кары божьей, предложенную ему магометанами. Он даже напоминал им об этом, когда видел, что таким образом можно что-то приобрести. Он слушал рекомендации астрологов, но составлял свои собственные планы. В отличие от Наполеона, в нем ничего не было от фаталиста. Не предполагал он в себе, как Александр Македонский, и признаков божественного. Он приступил к задаче управления половиной мира с такой же непоколебимой целеустремленностью и настойчивостью, с какими он в юные годы выслеживал пропавшую лошадь. Он рассматривал титул с точки зрения практической целесообразности. Однажды он велел написать письмо соседнему мусульманскому принцу. Составлявший его писарь был перс, и он вставлял в текст всякие громкие титулы и лесные эпитеты, в котором так тяготеют иранцы. Когда этот обыск был зачитан Чингисхану, старый монгол пришел в ярость и велел уничтожить его. «Ты написал глупо», сказал он писарю. «Этот принц подумает, что я его боюсь». И он быстро и повелительно продиктовал другому писарю одно из своих обычных посланий и подписал его. «Хахан!» «Великий хан!» Для поддержания связи между своими армиями Чингисхан соединил между собой старые караванные пути. На этих почтовых станциях останавливались военачальники, показывали обосновательные пластины с изображением сокола и получали сменных мохнатых лошадей из табуна. Тут были прибывшие на двухколесных занавешенных повозках бородатые китайцы, закутанные в просторные халаты. И их слуги откалывали куски от плиток традиционного чая, чтобы заварить его у костра. Тут останавливались и уйгурские ученые, теперь постоянные с путики орды в своих высоких бархатных шляпах и желтых токитках, один конец который был перекинут через плечо. Мимо этих ямов брели нескончаемые вереницы верблюжьи караваны. Они везли в пустыню тканей, слоновую кость и прочие всевозможные товары мусульманских купцов. Ям служил одновременно телеграфом, вокзалом и почтово-пересылочным пунктом. Он давал возможность с пришельцем из незнакомых регионов связаться с монголами в Гоби. Евреи с худощавыми лицами вели по почтовому тракту своих груженных ослов и повозки. Армяне с землистым цветом кожи и квадратными подбородками скакали мимо, бросая любопытные взгляды на молчаливых монгольских воинов, сидевших на своих попонах у огня, либо спавших под навесом из поднятого матерчатого полога, открывавшего вход в шатер. Эти монголы были смотрителями дорог. В крупных городах были так называемые дорога или управляющие дорогами, наделенные абсолютной властью в своем районе. У каждого управляющего был служащий, записывающий прибывающих на станцию и следовавшие мимо нее грузы с товарами. Охрана на станции была столь незначительной, что ненамного превосходило эскорт начальника станции. Ее обязанности были несложными. Все, что монголы конфисковывали в сельской местности, должно было проследовать беспрепятственно. Монголу достаточно было появиться на своей мохнатой лошадке с тонким копьем на плече и в лакированных доспехах, зорко взирающим из-под накидки из собольего меха или оленей кожи настоящих неподалеку людей, как те покорно спешили ему навстречу. Типичные для Азии мелкие воришки не попадались им на глаза. На этих пунктах останавливались обессилевшие группы мусульманских ремесленников, музыкантов, каменщиков, кузнецов, оружейников и ткачей, пленников, следовавших в Каракарум. Дрожащие они шли, спотыкаясь по пустыне, окружавшей внутренние моря, под охраной и руководством всего лишь одного ордынского конника. Был ли у них шанс на побег? Мимо этих станций торопливо проходили и другие любопытные группы. Ламы в желтых колпаках, вращавшие свои культовые колеса, устремив взор на далекие снежные вершины. Пришельцы из пустынных склонов Тибета в черных шляпах, улыбчивые косоглазые буддисты пилигримы, посвятившие годы жизни поискам пути постижения истины, по которому когда-то шел сам великий просветленный. Босоногие аскеты, длинноволосые факиры, безразличные к окружающему миру и нестарианские священники в серых рясах, обладавшие многими магическими знаниями, но помнившие лишь отрывки христианских молитв и кое-что из ритуалов. И часто прибывал всадник на сильном взмыленном коне, заставляя разбегаться в рассыпную священников и китайских мандаринов, язычно выкрикивая возле юрт. Этот человек вез донесения хана, покрывая без отдыха расстояние в 150 миль. Ему немедленно выводили лучшего на станции коня. Таким был Ям. А через два поколения Марка Пола описал его так, как видел во время своего путешествия в Камбалу. Ханбалык, город ханов. Ханбалык, город правителя Хубилай Хана, который был императором во времена Марка Пола и имел резиденцию в китайской столице, называвшейся в то время Джанду или Шанду. В поэме Колгриджа это название звучит как Занаду. В Занаду у Хубла хана был величественный и роскошный императорский дворец, там, где Алф, священная река, текла. Марка Пола рассказывает, что путешествие от Джанду до Камбалу заняло у него шесть дней и, должно быть, им был пройден длинный путь. Даже когда посыльным приходилось преодолевать отрезок пути по бездорожью, где не было постоялых дворов, все равно обнаруживались станции, пусть даже на очень большом расстоянии друг от друга, и там было все необходимое для императорских гонцов, из какого бы района они не прибыли. Никогда еще император, король или князь не были в состоянии устроить нечто подобное, ведь на всех этих станциях держали 300 тысяч лошадей и насчитывалось более 10 тысяч построек. Это такая потрясающая по своим масштабам вещь, что с трудом поддается описанию. Таким образом, император получил донесение из мест на расстоянии 10 дней пути всадника, скачущего день и ночь. Нередко в Камбалу нужно было набрать фруктов, а к вечеру следующего дня доставить их к хану в Джанду. Император освобождал этих людей от всяких податей и наоборот платил им сам. Более того, на этих станциях были люди, которые в случае чрезвычайной срочности преодолевали добрых 200-250 миль в течение дня и столько же за ночь. Приведенные здесь цифры несколько преувеличены. Они взяты из выпущенной Жюлем Кордье книги о Марко Поло. Они брали на станции коня из тех, что стояли на готове, оседланные, свяжие и заводные, садились на него и скакали во весь опор. А когда те, кто находились на следующей станции, слышали звон колокольчиков, они уже готовили свежего коня. Скорость, с которой скакали курьеры, была поразительна. Однако ночью они не могли двигаться так же быстро, как днем, поскольку скакали в сопровождении людей с факелами. Эти курьеры имели большие привилегии, и они никогда не смогли бы выполнить то, что им поручено, если бы не обматывали туго крепкими лентами живот, голову и грудь. И у каждого из них была дощечка с изображением сокола в знак того, что он является чрезвычайным посыльным, так что, если бы вдруг его конь выбился из сил, курьер имел право садить с лошади первого встречного, чтобы продолжить на ней путь. Никто не смел отказать в этом случае. Почтовые тракты были стержнем управленческой деятельности хана. Монгольский дорога в каждом небольшом городе непременно обязан был держать на готове табун лошадей и запасать продовольствие, собирая этот оброк из окрестных мест. Кроме того, районы, которые не были в состоянии войны с ханом, орда обкладывала данью. Ясса, свод законов хана, становилась законом страны, заменив собой Коран и мусульманских судей. Проводилась перепись населения. Священники и проповедники любого вероисповедания освобождались от налогов. Так требовала Ясса. Всех лошадей, отобранных для Орды, клеймили. У каждой из них было клеймо ее хозяина. У ханских же лошадей было особое клеймо. Для хранения данных переписи населения и записей дороги неутомимые китайцы и уйгуры основали Ямен или государственный дом. Позади здания монгольского губернатора разрешалось создавать учреждения для местного сановника покоренной территории. Он предоставлял монголам необходимую им информацию и выступал в качестве посредника. Но влиятельному шейху одной из провинций Чингисхан даровал дощечку с изображением тигра знаком большой власти. Шейх имел право отменять распоряжения, которые отдавались дорогам и отменять внесение обвиняемым смертного приговора. Эта теневая власть, которую хан распространил на местных правителей, облегчала положение населения, страдавшего от бесчинств. Еще не пришло, но было уже недалеко время, когда население покоренных народов станет молиться на монголов и их ессу. Помимо всего прочего, монгол был последователен. После страданий, принесенных с первой военной оккупации он проявил себя терпимым хозяином. Но Чингисхана мало заботило что-либо другое, кроме его армии, новых дорог и богатства, потоком текущего из покоренных стран мира к его людям. Военачальники Орды теперь носили кольчугу тонкой турецкой работы и пользовались клинками из даматской стали. Не считая того, что хан всегда проявлял интерес к новому оружию и к новым знаниям, его мало трогала мусульманская роскошь. Он оставался верен традиционной одежде и привычкам кочевника Гоби. Временами он проявлял снисходительность, но он был настойчив и решителен в завершении начатого дела завоеваний. Его ужасные вспышки гнева случались нечасто. Он обласкал одного лекаря из Самарканда с весьма отталкивающей внешностью, который лечил хану глаза. Этот человек, обнаглев стал просто невыносим для монгольских военачальников. Он попросил себе особенно красивую певицу, захваченную во время штурма Курганджа. Хан, забавляясь его настойчивостью, приказал отдать ему девушку. Уродство лекаря было противно прекрасной пленнице, и Самаркандец вновь пришел к хану просить, чтобы тот приказал ей подчиниться ему. Это привело в ярость старого монгола, который разразился тирадой о мужчинах, которые слабовольны и не могут добиться послушания, и от тех, которые становятся изменниками. Затем он велел каздить лекаря. Этой осенью Чингисхан созвал высших чинов на обычный совет, но Джучи, его старший сын, не появился, прислав вместо этого в подарок коней и сообщение о том, что он болен. Некоторые ордынские принцы не любили Джучи, припоминали ему позор, связанный с его рождением, они указали Хану на то, что его старший сын не внял приглашению на Куролтай. Саре-Монгол послал за офицером, который пригнал лошадей и спросил, в самом ли деле Джучи больно. Я не знаю, отвечал этот человек из племени Кипчаков, но когда я уезжал, он охотился. В ярости Хан ушел в свой шатер, и его военачальники ожидали, что он выступит против Джучи, совершившего проступок непослушания. Вместо этого он продиктовал послание одному из своих писарей и отдал его курьеру, который отправился на запад. Ему не хотелось раскола в Орде, и весьма вероятно, он надеялся, что его сын не пойдет против него. Поэтому Хан приказал Субедею вернуться из Европы и привезти Джучи в свою ставку. Глава 20. Битва на Индии. Мало оставалось времени для чего-либо еще, кроме действий, в ту богатую событиями осень. Герат и другие города поднялись против завоевателей. Джалал-ад-Дин собирал армию на востоке. Об этом приходили донесения из корпусов наблюдения, рассредоточенных вдоль Гиндукуши. Чингисхан собирался направить Тулуя, своего самого надежного лидера, за Хоризмийским принцем, когда до него дошли вести о восстании в Герате. Тогда он послал Тулуя на запад Хоросан с несколькими туменами. Чингисхан выступил с 60-тысячным войском, чтобы разыскать и уничтожить Хоризмийскую армию. Он встретил на своем пути хорошо укрепленный город Бамиан, на горной грете Кох и Баба. Тогда он стянул войска для осады города, а большую часть своих сил во главе с еще одним Орхоном направил против Чалаладдина. Через некоторое время к Бамиану прискакал курьер с сообщением о том, что с Чалаладдином 60 тысяч воинов и что монгольский Орхон вошел с ним в боевой контакт и сорвал несколько попыток Хоризмийцев заманить монголов в засаду. Разведчики наблюдали за передвижениями грозного принца. А произошло то, что афганская армия присоединилась к Чалаладдину в трудной для него ситуации, удвоив таким образом его силы. Вскоре после этого пришло сообщение о том, что тюрки и афганцы нанесли поражение монгольскому Орхону, загнав его людей в горы. Чангизхан еще ярость и принялся за город, стоявший на его пути. Его защитники позаботились о том, чтобы местность вокруг оставалась голой, они убрали даже крупные камни, которые можно было бы использовать в осадных машинах. У монголов не было с собой их обычного оборудования, а их деревянные башки, воздвигнутые напротив стен, были подожжены горящими стрелами и горючим легроином. Тогда монголы забили скот и использовали шкуры животных для того, чтобы накрыть ими деревянной конструкцией башен. Хан дал приказ идти на штурм, который не должен был прекращаться до тех пор, пока город не будет взят. В этом бою был убит один из его внуков, который вслед за ним пошел на штурм. Старый монгол велел унести назад к шатрам тела юноши, которого любил за храбрость. Он позвал воинов за собой в атаку и, сорвав с головы свой шлем, вырвался сквозь их ряды вперед, возглавив штурмующие колонны. Они смогли просочиться через пролом в стене и через некоторое время Бамиян пал тык ногам. Все, кто оставались живых за его стенами, были умерщвлены, о мечети и дворце снесены. Даже сами монголы стали говорить о Бамияне, как о городе Скорби или Муболик. Но Чингисхан сразу же покинул его, чтобы собрать свои рассредоточившиеся тумены. Они направлялись к нему вслепую через холмы. Не самый худший исход после серьезной военной неудачи. Вместо того, чтобы обвинять неудачливого архона, потерпевшего поражения от Джалалетдина, он вернулся вместе с ним на то место, где произошло сражение, и указал ему на ошибки, которые тот совершил. Хоризмийский принц не проявил себя столь же достойно в качестве победителя, как это было, когда он терпел поражение. У него был момент торжества, когда его люди замучили до смерти монгольских пленников, а их лошадей и оружие разделили между собой. Но афганцы рассорились со своими начальниками и ушли. Чингисхан выступил против Джалалетдина после того, как откомандировал армейский корпус для наблюдения за афганцами. Джалалетдин отступил на восток Газни, но монголы упорно его преследовали. Он разослал гонцов, чтобы призвать под свои знамена новых союзников, но те обнаружили, что монголы перекрыли горные проходы. Со своими 30 тысячами воинов Джалалетдин поспешил вниз через подножье холмов из-за их предела к долине Инда. Он надеялся переправиться через реку и объединиться с султаном Дели, но монголы, которым было 5 дней пути до него в Газни, теперь уже отставали всего на полдня конного похода. Чингисхан почти не оставлял своим людям времени для того, чтобы приготовить пищу. Уже в отчаянии харизмический принц поспешил к реке и обнаружил, что вышел к месту, где течение Инда слишком стремительно, а глубина велика для переправы. Тогда он, загнанный в тупик, развернул войска так, что его левый фланг был защищен горным хребтом, а правый излучной реки. Рыцарь ислама, изгнанный из своей водчины, готовился помериться силами с беспощадным монголом. Чалал-эддин велел разбить все лодки вдоль берега реки, чтобы его люди не помышляли о бегстве. Его позиция была прочной, но он должен был удержать ее или быть уничтоженным. На заре монголы продвинулись по всему фронту. Они неожиданно появились из темноты в четком построении. Чингисхан со своим стягом был в центре, а 10 тысяч конников императорской гвардии позади него в резерве. Поначалу они не вступали в бой. Экспансивный харизмийский принц первым динвал своих людей в наступление. Правое крыло его войска, как всегда, было предоставлено самой сильной мусульманской дивизией под командованием эмира Малика. Она вступила в схватку с левым крылом войска хана и развивала атаку вдоль берега Инда, заставив монголов отступить на этом участке. Монголы под командованием одного из сыновей хана, как обычно, рассредоточились по искандронам, перестроились, но были вновь потеснены. Справа передвижение монголов сковывали естественные преграды из высоких голых скал, поэтому они остановились. Джалалет Дин перебросил войска с этого участка фронта на помощь наступающему правому крылу эмира Малика, а ближе к концу дня он отозвал еще больше эскадронов, находившихся в обороне со стороны гор, чтобы укрепить центр. Решив поставить все на карту, он атаковал с воинами своей элитной гвардии центр монгольского войска, прорываясь к знамени хана. Но старого монгола там не было, под ним убили коня и он, пересев на другого, куда-то ускакал. Это был момент вероятной победы харизбийцев и улюлюканье Магометан перекрывало топот копыт, скрежет стали и стоны раненых. Центр монгольской армии был сильно потрепан атакой, но продолжал упорно сражаться. Чингисхан заметил отвод почти всего левого крыла харизбийцев, располагавшегося на высотах. Он велел темнику Бел-Нойону двинуться с допрошенными ранее проводниками через горы и пройти любой ценой. Это был старый обходной маневр монголов, традиционный охват. Но он и его люди, ведомые проводниками, пробирались через отвесные ущелья и взбирались по скалистым тропам, казавшимися непроходимыми. Некоторые воины скрывались в ущельях, но большинство добрались до горной гряды ближе к концу дня и обрушились на оставшихся оборонять этот участок воинов Чалаледдина, число которых было невелико. Фланг харизмийцев за горным массивом был опрокинут. Бел-Нойон ворвался в лагерь противника. Тем временем Чингисхан встал во главе своей десятитысячной тяжелой кавалерии и двинулся не к оказавшемуся под угрозой центру, а к поверженному левому крылу. Атаковав войска эмира Малика, он разгромил их. Не тратя времени на их преследованиях, хан повернул свои эскадроны и бросил их в атаку с фланга на центр отрядов Джалаледдина. Он отрезал крыло войска харизмийского принца у реки. Сопротивление было отчаянным, но слабеющие мусульманские воины сделались беспомощными перед умелыми действиями старого монгола и маневрированием его войск. В таким же безупречном, как последний ход в шахматной партии. Конец наступил быстро и неумолимо. Джалаледдин сделал последнюю безнадежную попытку атаковать гвардейскую кавалерию и прорваться со своими людьми к реке. Ему уже наступали на пятки, его эскадроны были разбиты, его сильно теснил Белан-Ойон, и когда харизмийский принц наконец достиг крутого берега Инда, с ним было не более 700 верных ему людей. Поняв, что пришел конец, он пересел на свежего коня, скинул доспехи и с одним мечом и луком со стрелами помчался к обрывистому берегу реки. Чингисхан отдал приказ взять принца живым. Монголы бросились в воду преследовать последнего харизмийца, и хан подстегнул коня, выбираясь с поля боя, чтобы посмотреть на всадника, который на его глазах прыгнул в воду с берега высотой в 20 футов. Некоторое время он молча смотрел на Джалаледдина. Приложив в удивление палец к губам, он одобрительно проговорил «Вот как ему отца должен быть цель». И хотя он восхищался отвагой харизмийского принца, он, конечно, не собирался щадить его. Однако, когда некоторые из воинов хана выразили желание преследовать принца в плавь, хан не позволил. Он посмотрел, как Джалаледдин достиг далекого берега, несмотря на течение и волды. На следующий день хан послал в погоню за ним Тумен к тому месту, где можно было переправиться через реку, возложив эту задачу на Беланойона, того самого военачальника, который провел Тумен по тропам через скалы в харизмийский лагерь. Беланойон опустошил Мултан и Лахор. Вышел на след беглеца, но опять потерял его в большой массе людей по дороге в Дель. Изнуряющая жара поразила пришельцев с плотов Гоби, и Нойон в конце концов повернул назад, доложив потом хану, «Жара в тех местах просто упивает людей, а вода не отличается ни свежестью, ни чистотой». Так Индия вся, за исключением ее северной части, избежала завоевания монголами. Чалаледдин остался жив, но его звездный час прошел. Он вновь вступал в схватку с Ордой, но как партизан-авантюрист без Родины. Битва на Индии была последней демонстрацией харизмийской доблести. От Тибеда до Каспийского моря сопротивление угасло, а выжившие приверженцы ислама стали рабами завоевателя. И с окончанием войны, как и раньше в Китае, мысли старого монгола возвращались к родным местам. «Мои сыновья захотят иметь такие земли и города, как эти», говорил он, «но у меня такого желания нет». Он был нужен в Дальней Азии. Мухули умер, успев надеть крепкое монгольское ярмо на китайцев. В Гобе в Совете вождей возникали смятения и раздоры. В царстве Ся зрело восстание. Чингисхан повел Орду к верховьям Инда. Он знал, что Дося на далеких склонах Тибета не более 800 миль от Кашпира, где он теперь находился. Но как и до него Александр Македонский он обнаружил дорогу, перекрытую массивами непроходимых хребтов. Привив большую, чем Александр мудрость, в момент разочарования он без колебаний повернул назад и отправился по своим же следам вокруг крыши мира к караванному пути, который он обнаружил во время своего вторжения. Он штурмовал Пешавар и совершил марш по известному маршруту обратно в Самарканд. Весной 1220 года он впервые увидел стены и сады Самарканда, а теперь осенью 1221 года его миссия под крышей мира закончилась. Пора покончить с кровопролитием, согласно кивал мудрый Гилю Чуцай. Когда Орда покинула последние руины за собой на юге, Кан отдал обычный приказ предать смерти всех пленных, и так погибло множество несчастных, следовавших за кочевниками. Женщины мусульманских правителей, которых монголы собирались взять в гоби, оплакивали свою участь, в последний раз бросая взгляды на свою родину. Похоже, в какой-то момент старый монгол задумался над значением своих завоеваний. «Не думаешь ли ты?» спросил он у мусульманского мудреца. «Что кровь, которую я пролил, люди мне припомнят». Он вспомнил, как пытался понять, но равнодушно отверг древнюю мудрость Китая и ислама. «Я размышлял над изречениями мудрецов. Теперь я вижу, что убивал, не зная о том, что значит поступать правильно. Но какое мне дело до этих людей?» К беженцам, собравшимся в Самарканде, которые вышли к нему в страхе, принеся дары, он был добр. Он говорил с ними снова, объяснял недостатки их последнего шаха, который не умел ни держать обещания, ни защищать своих отданных. Он назначил губернаторов из их числа и распространил на них то, что можно было бы назвать избирательным правом в монгольском владении, доля права на защиту предоставляемого Яссой. Этими людьми будут править достаточно долго его сыновья. Завоеватель ощущал боль старых ран и, кажется, понимал, что его время в этом мире подходило к концу. Ему хотелось, чтобы вокруг был порядок, мятежи подавлены, Ясса проводилась бы в жизнь, а его сыновья были бы у власти. Он разослал по почтовым трактам гонцов с призывом ко всем высшим военачальникам прибыть на Великий Совет на Сардарье близ того места, где он впервые вступил в Хорезм. Глава 21. Двор Паладинов. Территория, выбранная для собрания, представляла собой луг в 7 лик, около 35 километров. В окружности идеальное место для неспешного обдумывания проблем. Водоплавающие птицы заполняли заболоченное пространство у реки. Золотые фазаны паркали в сочной траве. Тучные пастбище, мелкий зверь для охоты на холмах. Была ранняя весна, месяц традиционного Курултая. И незамедлительно в ответ на вызов стали съезжаться лидеры ордынцев. Лишь неугомонный Собедей, отозванный из Европы, несколько задержался. Они прибыли со всех четырех концов света, эти орлы империи, полководцы дальних рубежей, скитальцы, тарханы, подчиненные хану, князья и послы. Они совершили путешествие издалека в этот камелот кочевых лордов. И у них не было с собой даже самой захудалой свиты. Покрытые шелковой тканью из Китая кибитки тянули лучшие пары яков. На их платформах развивались захваченные знамена. Военачальники с отрогов Тибета имели позолоченные и лакированные повозки, которые тащили тяжеловесные длинношерстные яки с массивными рогами и шелковистыми белыми хвостами. Эти животные были в большом почете у монголов. Тулуй, мастер ведения войны, прибывший из Хорасана, привел с собой караван верблюдов. Чагатай, спустившийся с заснеженных горных рептов, пригнал сто тысяч лошадей. Эти ордынские военачальники носили расшитые золотом и серебром кафтаны, поверх которых у них были накидки из соболя и серебристо-серой волчьей шкуры, предохранявшей их роскошной одеждой. Из Тяньшаня прибыл уйгурский князь, самый блистательный из всех союзников и знаменитый лидер христиан, широколицые киргизские вожди, готовые засвидетельствовать свою союзническую преданность завоевателю, долговязые туркмены в нарядных халатах. На гонях вместо кожаных, защищающих от непогоды, бопон была звенящая кольчуга, их спруя блестела отполированным серебром и сверкала драгоценными камнями. Из Гоби приехал заслуживший многие похвалы совсем юных обилай, сын Тулуя. Ему только исполнилось девять лет, но уже разрешали участвовать в первой для него охоте, что было важным событием для этого внука императора. Ченгес-хан собственноручно завершил церемонию его посвящения. Ордынские полководцы собрались в месте проведения Курултая, в белом павильоне, таком огромном, что в нем помещалось две тысячи человек. В него был вход, которым не разрешалось пользоваться никому, кроме хана. Воины со щитами у ханского входа, обращенного на юг, были обычной стражей. Дисциплина в Орде была такой строгой и так неукоснительно поддерживался уклад жизни империи, что никто из неимевших доступа не осмеливался заходить на ханскую половину. Прежде ордынские вожди доставляли хану в гобе захваченных лошадей, женщин и оружия, а теперь они преподносили ему свои дары иного рода, сокровища, тщательно собранные с доброй половины мира. Никогда еще, замечает летописец, там не видели такого великолепия. Вместо кобыльев молока у этих принцев империи была медовуха и красный и белый вина из Персии. Сам хан признавался, что любит Мухаммеда, привезенном им из Самарканда. Рядом с ним покоили скипетр и корона покойного мусульманского императора. Когда собрался совет, ввели мать шаха скандалами на руках, а перед троном был раскинут палас из серого войлока с битвой шерсти животных, как символ его давнего владычества в Гобе. Перед собравшимися вождями восточных областей хан выступил с рассказом о военных кампаниях последних трех лет. «Я обрел такую огромную власть благодаря ЕСЕ», сказал он серьезно. «Живите же в ладах с ее предписанием». Умный монгол не тратил слов на превознесение своих успехов. Его задачей было добиться подчинения установленному им закону. Ему уже не нужно было давать советы и наставлять персонально каждого из своих военачальников. Они были в состоянии вести боевые действия, руководствуясь своими собственными соображениями, и он усматривал большую опасность в размешивании между ними. Чтобы подчеркнуть, насколько велики его завоевания, он дал каждому из прибывших послов подойти к трону. К своим троим сыновьям он обратился с предостережением. «Не допускайте ссор между собой. Будьте преданы Угидею и станьте его опорой». После этого на Курултай на целый месяц было устроено празднество. На этот съезд прибыли два самых желанных гостя. Собидей прискакал из пограничной области Польши и привез с собой Джучи. Первенца хана Джучи, орхон-ветеран, разыскал и убедил его появиться на совете и вновь повидаться с отцом. И вот Джучи предстал перед ханом и встал перед ним на колени, приложив руку к колбу. Старый завоеватель, который был сильно привязан к Джучи, был доволен, но не подал виду. Погоритель степей преподнес в подарок своему отцу тысячу кипчакских лошадей. Джучи не любил двор. Он попросил разрешить ему вернуться на Волгу и получил такое разрешение. Настало время и собравшиеся стали разъезжаться. Джагатай поскакал обратно в свои горы, а другие ордынцы отправились в Каракарум. Ледописец повествует, что в каждый день пути Чингисхан призывал к себе Субидея, чтобы тот рассказывал ему о своих приключениях в западной части мира. Глава 22. Конец миссии. Чингисхану не суждено было последние годы жизни провести на родине. Все было устроено для его сыновей за исключением двух вещей. Две враждебные силы, насколько было известно Хану, все еще существовали в мире, причиняющей беспокойство правитель царства Ся в предгорьях Тибета и древнее царство Сун в Южном Китае. Он в течение года отдыхал в Каракарове в кругу близких. Рядом с ним была его жена Борте, но затем неугомонный кочевник снова был в седле. Сувидей был отправлен с приказом торгнуться в земли Сун, сам же Чингисхан поставил себе задачу навсегда приструнить пустынные племена Ся. И он это сделал. Отправившись зимой в поход через замерзшие болота, он обнаружил своих давних врагов, выстроившихся, чтобы встретить его. Это были остатки китайских армий, в основном из западного Китая, тюрки и собственно армия Ся. Хроники дают нам один из эпизодов их беспощадного разгрома. Монголы в отороченных мехом одеждах сражаются на льду реки. Союзники на первый взгляд побеждающие атакуют всей массой ветеранов центре ханского войска. Около 300 тысяч человек погибли в том бою. И вот последствия. Попавшие в западню ошеломленные и преследуемые воины союзников пытались спастись бегством. Но все мужчины способные носить оружие уничтожались на пути Орды. Правитель Ся спрятался в цитадели в горах под прикрытием лавиноопасных хребтов извещая о своей покордости беспощадному хану пряча свою ненависть и отчаяние под маской дружелюбия прося забыть прошлое. Скажите вашему господину отвечал Чингисхан посыльным что у меня нет желания вспоминать что было в прошлом. Я сохраняю для него дрожгу. Но Чингисхан не собирался прекращать войну. Были еще в царстве Сун те из бывших союзников которых следовало приструнить. Орда подступила в середине зимы границам древнего Китая. Мудрый Елю Чуцай осмелился протестовать против поголовного истребления царства Сун. Если этих людей перебить какую же пользу они принесут мертвый тебе и как смогут привножить богатство твоих сыновей. Старый император задумался, вспоминая наверное о том, что после того, как он превратил в пустыни когда-то населенные земли, мудрецы Китая помогли поддерживать порядок. Он неожиданно ответил. Что ж, будь по-твоему мастер улаживания дел с подданными. Служи верой и правдой моим сыновьям. Он не отказался от военного похода против царства Сун. Оно должно было быть окончательно подчинено. Хан продолжал руководить и повел армию через Желтую реку. Тут до него дошла весть о смерти Джучи в степях. Он сказал, что хочет побыть в Шатри-1 и молча горько переживал смерть своего первенца. Не так давно, когда младший сын Угидея был убит на его глазах Убамиана, хан приказал оставшемуся без сына отцу не показывать своего горя. Послушайся меня в таком деле. Твой сын убит. Я запрещаю тебе плакать. Он и сам внешне никак не показал, что смерть Джучи волнует его. Орда двигалась дальше. Дела шли своим чередом, но хан реже вступал в беседы со своими военачальниками и было замечено, что известия о новой победе в Каспии не смогли воодушевить его или вызвать у него отклик или похвалу. Когда Орда вошла в густой еловый лес, где в тени деревьев еще лежал снег, несмотря на то, что уже пригревало солнце, он дал команду остановиться. Он приказал курьерам быстро скакать к ближе всех находившемуся от него сыну Тулую, который разбил лагерь неподалеку. Когда мастер ведения войны, теперь уже взрослый мужчина, то нашел своего отца лежащим на ковре у огня с закутанным в войлочные и соболье накидки. Для меня ясно, сказал старый монгол, приветствуя принца, что теперь уже я должен бросить все и покинуть этот мир. Он уже некоторое время был болен и теперь знал, что эта болезнь отнимает у него жизненные силы. Он вызвал к себе высших военачальников Орды, и в то время, как они и Тулуй стояли на коленях, сосредоточенно вслушиваясь в его слова, давал им четкие указания, как вести войну против царства Сун, которые он начал, но не довел до конца. В частности, Тулуй должен был захватить земли на востоке, Джагатай на западе, в то время, как Угидей должен был стать главным над ними и Хаханом в Каракаруме. Он умер как истинный кочевник, так безропотно, как будто владел всего лишь юртами и стадами, а не оставленный своим сыновьям в наследство величайшей из империи и самой грозной из всех армий. Это произошло в 1227 году, году мыши по календарному циклу 12 зверей. Хроники говорят нам, что Чингисхан во время своей последней болезни вынес постановление, повелевающее уничтожить царство Ся и его правителя, своего старого врага, который тогда как раз направлялся во рду. Хан повелел держать в строжайшей тайне известие о своей смерти, если он умрет прежде, чем падет Ся. Было воткнуто копье острым концом в землю перед белой юртой завоевателя, стоявшей в стороне от остальных юрт лагеря. Астрологов и мудрецов, пришедших прислуживать хану, не пропустила стража. И только высшие военачальники свободно входили в юрту и выходили из нее так, будто их вождь просто нездоров и отдавал распоряжение, находясь в постели. Когда правитель Ся и его свита прибыли к монголам, гостей пригласили на пир, вручили почетные халаты и посадили среди военачальников орды. Затем все до одного они были перебиты. Оставшиеся без Чингисхана, охваченные благоговейным ужасом при виде смерти, казалось не сгибаемого человека, который сделал их хозяевами всего, чего только они могли пожелать. Архоны и принцы орды повернули назад, чтобы сопровождать тело покойного в Гобе. До погребения его полагалось показать подданным и отнести к очевью его первой и любимой жены Борте. Чингисхан умер на территории царства Сун, и чтобы его враги не узнали об утрате, которую понесли монголы, воины, сопровождавшие похоронную процессию, убивали всякого, кто попадался им на пути, пока они оказались на границе пустыни. Там ордынцы, ветераны многих войн, громко выразили свою скорбь, следуя на конях за похоронной колесницей. Им казалось невероятным, что великий хан уже не пойдет перед знаменем и что он уже не будет их посылать в то или иное место, как на то будет его воля. — О, великий богдо! — воскликнулся до власть и тархан. — Неужели ты нас покинул? Твоя родная земля с ее реками ждет тебя? Твоя счастливая земля с твоим золотым домом в окружении твоих героев ждет тебя? Почему ты покинул нас на этой теплой земле, в которой лежит так много мертвых врагов? Другие продолжали скорбеть, когда вышли на порог пустыни. Ледописец таким образом передает их користые стенания. — Обернувшись крылом парящего ястреба, ты отлетел, о, мой хан! Неужели ты грузом стал по воске грохочущей, о, мой хан! Неужели оставил жену и детей ты и совет твоих воидов, о, мой хан! Гордо ты расправлял свои крылья орла, когда вел нас вперед, но сейчас ты споткнувшись упал, о, мой хан! Погоритель земель был привезен не в Каракарум, а домой, в те долины, где он мальчиком боролся за жизнь, чтобы быть похороненным на земле своих предков. Курьеры орды вскочили на коней и помчались голопом в степи, разнося весть с архоном и принцем и далеким полководцем о том, что Чингисхан умер. После того, как последний военачальник, спешившись, вошел в юрту проститься с телом покойного, оно затем было перевезено в место последнего успокоения, которое великий хан, вероятнее, всего выбрал сам. Никто не знает точного места, где он похоронен. Могила была вырыта где-то в лесу под большим деревом. Монголы рассказывают, что одно из их племен освобождалось от военной службы, но его люди обязаны были присматривать за тем самым местом, и что в той роще беспрестанно воскурялся Фемиам, из-за чего окружающий лес стал таким густым, что то высокое дерево затерялось среди своих собратьев и все следы захоронения исчезли.